Российская Академия Наук посвятила очередное заседание Президиума проблемам сохранения культурного наследия. Участие в заседании принял председатель Российского исторического общества. Выступая перед академиками, Сергей Нарышкин сделал акцент на историческом просвещении. Напомню, что в 2013 году был дан старт общественному обсуждению концепции нового учебно-методического комплекса преподавания истории в средней школе. Четыре года назад первая небольшая партия учебников поступила в заранее выбранные школы. Это означает, что уже сегодня школьники шестого класса, изучавшие по этим учебникам отечественную историю, завершают программу общего образования, что станет, конечно, определенной проверкой и для самого историко-культурного стандарта. Президент Академии Александр Сергеев, в свою очередь, заметил, что сегодня вопросы сохранения исторического и культурного наследия выходят на первый план не только в России, но и во всем мире. Все человечество в последнее время, почувствовав вот это вот колебание маятника в сторону глобализации, задумалось о идентичности. И ряд наших лучших научных результатов Академии НОК в последние годы был связан именно вот с этими вопросами идентичности в России. И, безусловно, культурно-историческое наследие здесь является одной из таких вот основ определения, что такое наша национальная идентичность. Особую роль в этом призваны играть музеи, заявил с трибуны директор государственного эрмитажа Михаил Петровский. Однако сегодня эту функцию, хранителя культурных ценностей, у музеев отнимают. По словам Петровского, музейщиков требуют увеличивать выставочную активность в ущерб научной деятельности. Приходится с боями восстанавливать право на научную деятельность. Часто приходится финансировать научную работу, как бы ее завуалировав и вуалировать даже научной должности в музее. Приходится напоминать, что представление, то есть показ, это только часть миссии музея. И она, в частности, ограничена всегда обязанностями охранять, изучать, передавать поколениям. И в главное музей не экспозиции, а фонды, где идет научно-исследовательская работа. Академик Николай Макаров, возглавляющий Институт археологии, также отметил несоответствие штатной численности выделяемых средств масштабу поставленных задач. Я, наверное, в раз в квартал получаю письма о закрытии археологических отделов в музеях, что совершенно неверные шаги. Это происходит в силу каждый раз каких-то конкретных обстоятельств, но общая тенденция очень такая тревожная. Говоря о роли археологов в сохранении культурного наследия, Николай Макаров подчеркнул. Перед археологической наукой не стоит задача быстро раскопать все археологические памятники, выкопать все драгоценности, как это иногда считают. Задача две. Обеспечить современное научное видение древней и средневековой истории, опираясь на археологические материалы, и сохранить в неприкосновенности ту часть археологического наследия, которая пока не затрагивается раскопками. А это большая часть. В то же время были отмечены достижения последних лет. Уникальные археологические находки, создание музеев под открытым небом, один из которых скоро появится в Крыму. Это поселение Манитра, возникшее еще в конце V века. Также совершенствование законодательства в сфере охраны. Но, может быть, главное изменение связано с тем, что появился общественный запрос на сохранение культурного наследия. Служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова